Чичваркин Присмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывает, что Чичваркин обвиняется в деяниях, относящихся к категории особо тяжких преступлений, до совершения которых предусмотрено наказание в виде лишенного свободы на срок свыше двух лет. Присмотрение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоснованным. Напомним, что в начале сентября прошлого года бывший сотрудник Евросети Андрей Власкин обратился в Следственный комитет при прокуратуре России с заявлением о том, что его похитили и вымогали крупную сумму денег. Евгений Чичваркин тут же собрал пресс-конференцию, на которой разъяснил журналистам всю суть дела. По его словам, Власкин, будучи экспедитором компании, обобрал ее на 20 миллионов рублей. Когда преступление раскрылось, службе безопасности поручили вернуть недостающую сумму. Да, со стороны службы безопасности в отношении воров, безусловно, был моральный кресень, да, вероятно, действие можно квалифицировать как самоуправство. Я не похищал, вот. Я, может быть, забегаю немножко вперед, не насиловал, не распирал, не убивал, не докладывал им, не сподвигал соседние республики на бунты и так далее. Сейчас Евгений Чичваркин обвиняется сразу по двум статьям – похищения и вымогательства. Адвокаты, обвиняемого, не согласны с решением суда. Будем обжаловать, как в московском городском суде данное постановление, верхом на суде некоторое обстоятельство, ну, вплоть до международных инстанций, поскольку оснований достаточно. Дело действительно ангажировано, я думаю, либо по политическим, либо по экономическим причинам. Причин достаточно много, все вы знаете от этого эспресса. Однопартийцы опального экс-связиста присутствовали на заседании и обещали оказать посильную помощь. Евгений Чичваркин, мы будем поддерживать. Это говорил и Федеральный политический совет, и соприседатель партии. С нашей стороны будут предприниматься все возможные предусмотренные законом меры, как в моем лице адвокатская помощь, так и официальное обращение в различные органы и инстанции, должностным лицам, с просьбой все-таки разобраться в этой ситуации и сообщить, ну, извините за банальность, правду для общественности. Сторона обвинения от комментариев отказалась, но, по всей видимости, решением суда осталась довольна. Понятно, что это только начало истории, и будет ли в ней точка, сейчас сказать трудно. Скорее всего, все закончится классическим многоточием. Для Чичваркина предпочтительнее глотать лондонский смог, чем лефортовскую пыль. Жанна Мясникова, Павел Кликунов, Синьюз ТВ.